Необходимость знания английского становится важнее на глазах. Каждый год онлайн-школа английского языка Skyeng проводит масштабное исследование аудитории. Затрагивается много тем, как сделать первый шаг к изучению, выбрать верный подход и узнать о своем уровне языка. В прошлом году в исследовании приняли участие более 80 тысяч человек. А сейчас началось новое. Как совмещать работу, обучение и отдых? Всего 5 минут даже с телефона помогут вам сделать мир лучше и позволят получить гарантированный подарок. Три урока при первой оплате для новичков, разговорник-туриста для учеников и шанс выиграть целых 8 бесплатных уроков для всех. Заманчиво, не правда ли? Помогите себе и всем, кто хочет изучить английский. Переходите по ссылке в описании и забирайте свой приз. Кик Брейнс представляет В 2019 году в мире вышли уже тысячи фильмов ужасов. Наверняка вы и сами смотрели культ звонок, пилу или тот же Хэллоуин. Нас всегда тянуло к безопасному испугу. Чудища с экранов никогда не могли навредить нам, что давало приятную дозу уютного адреналина. Но что было бы, если бы они могли навредить? Монстры реальны и они живут рядом с вами. Сегодня мы хотим рассказать вам о двух самых страшных маньяках на всей планете. История их преступлений ужасает, но страшнее то, что один из них прямо сейчас на свободе. Заинтригованы? Тогда мы начинаем. И первый в нашем списке Педро Алонсо Лопес по кличке Монстр Ант. Признаемся честно, при подготовке материала именно этот человек даже сквозь экран монитора внушал страх. А знаете почему? Перед вами самый результативный маньяк в мире. По заверениям самого Педро, на его счету более 300 жертв. И вот краткая история жизни этого зверя. Лопес родился в небольшом колумбийском городке Санта-Исабель. Мальчик рос в неблагополучной семье. Отца не было, а мать работала проституткой. Помимо этого, у Педро было 12 родных братьев и сестер. Когда Лопесу было 8 лет, мать застукала его задомогательствами к младшей сестренке. Мальчика жестко избили и выгнали из дома. На улице он познал много боли. Его били и насиловали, что в конечном итоге подломило психику ребенка. К совершеннолетию на счету парня уже было ни одно ограбление и множество угонов автомобилей. Утвердившись в криминальной сфере, он вместе с подручными нашел своих детских обидчиков. В течение нескольких дней группа подростков издевалась над пойманными, а затем они содрали с них кожу и только после этого убили. Так был открыт счет. Педро не смог долго скрываться от закона и спустя некоторое время после первого убийства попал за решетку. Тюрьма тех времен была суровым местом. Местные держалы быстро смекнули, что могут подмять под себя молоденького парня. Но не тут-то было. Буквально через пару месяцев после заключения Лопес добавил в свою копилку еще троих убитых зэков, что пристали к нему в душе. Проведя 10 лет в заключении, он вышел на свободу и переехал в Перу. Некоторое время от него не было слышно новостей, пока однажды его не обнаружили в одном из индейских поселений. Полуживым после пыток и закопанным по шее в песок. Местные племена пытались объяснить властям, за что был наказан Алонсо. Но полиция не верила словам аборигенов о чудище, похищавшем, насиловавшем и убивавшем аборигенских девушек. Вместо следствия Лопеса депортировали в Эквадор. Там Педро вновь взялся за старое. Долгое время и там продолжались пропажи девушек, но местные власти списывали случившееся на работорговцев. И так было до тех пор, пока в один момент наводнение не выбросило на берег четыре тела девушек, которых признали угнанными в рабство. Так власти Эквадора поняли, что на их земле орудует маньяк-насильник. Силы всего населения были брошены на поимку зверя. Даже местная мафия вызвалась помочь, считая деяния преступника чудовищными. Но Лопеса не пугала опасность. Охота только раззадорила зверя. Теперь он похищал и совсем маленьких девочек, возраст которых не доходил до семи лет. Пропажи участились. В неделю он мог надругаться сразу над тремя девушками. Войдя в кураж, безумец потерял осторожность был пойман полицией. Однако, несмотря на все обстоятельства, на вину Педро указывали лишь косвенные улики, чего мало хватило для суда и следствия. В полиции слышали, что в тюрьме Лопес любил хвастаться своими преступлениями сокамерником. Поэтому для получения доказательств полиция решила пойти на хитрость. Они подселили подставного соседа для Педро, который помог бы развязать ему язык. Мало кто решался прилечь на соседнюю койку к монстру Ант, но доброволец таки нашелся. Им стал местный священник. Его загримировали, рассказали легенду и заперли в клетке со зверем. И совсем скоро доказательства были получены. Через несколько недель он признался в изнасиловании и убийстве 110 девушек в Эквадоре, 100 в Колумбии и еще 100 в Перу. В итоге все, что услышали сотрудники правопорядка, шокировало их. По словам Педро, он заманивал девушек в заброшенные дома под предлогом того, что хочет подарить им подарок. Затем долго и изощренно насиловал их, а после убивал. При этом он никогда не лишал девушек жизни в темное время суток. Лопес предпочитал видеть глаза своих жертв во время убийства. Иногда он еще какое-то время издевался над трупами, прежде чем отправить их в братскую могилу. Следствие отказывалось верить в слова зверя и в числа, что тот так хвалебно называл. До определенного времени. Монстр Ант проводил полицию до одной из братских могил, где были найдены останки 53 девушек. При этом маньяк вовсе не раскаивался в содеянном. Он смело говорил, что изнасилование и убийство приносили ему истинное наслаждение. И что если ему удастся выйти из тюрьмы, он с удовольствием займется этим вновь. Юный возраст своих жертв он объяснял тем, что хотел быть у девушек первым и последним мужчиной. А теперь самое интересное. Психиатрическая экспертиза признала маньяка вменяемым. Лопес получил максимальный 16-летний срок, но за два года до его окончания Педро тайно перенаправили в психлечебницу в Колумбию за примерное поведение и сотрудничество со следствием. После чего он был освобожден. После освобождения судьба монстра Ант остается неизвестной. Сейчас ему должно быть уже за 70. Возможно его убили, но сама мысль о том, что этот зверь может сидеть с вами по соседству в самолете, ужасает. На втором месте в этом чудовищном списке упорно обосновался Луис Горовито по кличке Звери. Будущий колумбийский преступник родился в 1957 году в городке Генуя. Еще с раннего детства он подвергался сексуальному насилию. Над ним издевался собственный отец и его друзья. В связи с этим мальчик рано покинул родной дом и отправился на улицу. Маньяка долго не могли поймать. Первая причина тому, в поиске тогдашнего кокаинового короля Пабло Эскобара. Полиции некогда было расследовать дела о пропажах детей, когда на горизонте маячила рыба покрупнее. Вторая причина долгой безнаказанности Горовито – изобретательность маньяка. Жертвами преступника в основном были мальчики от 6 до 13 лет. Все они происходили из бедных семей и дети, из которых часто убегали из дома. Так что иногда в полицию даже не поступали заявления об исчезновении. Зверь действовал по проверенной схеме. Мальчиков маньяк высматривал в оживленных местах – на рынках, вокзалах, площадях. Именно там чаще всего крутились малолетние беглецы, торгуя жвачкой, фруктами и сигаретами. Туда и приходил ранним утром Горовито. Отметив потенциальную жертву, он входил к ней в доверие. Покупал сладости, а некоторым мальчикам и дозу наркотика. Установив контакт с ребенком, Горовито чаще всего предлагал нехитрую работу. Например, проследить за скотом или помочь загрузить машину. Обычно мальчики ухватывались за возможность подзаработать и отправлялись с вежливым и приятным дядей на окраину. Когда поблизости не оказывалось лишних глаз, Горовито набрасывался на жертву и связывал. Потом долго насиловал, при этом накачивая алкоголем. После сексуального удовлетворения Горовито еще долго пытал своих жертв. Затем либо перерезал бедняги горло, либо душил. Почти сразу после убийства маньяк покидал город, чтобы всплыть в другом. Часто его местом дислокации был соседний Эквадор. Зверь был пойман случайно. В 99-м году бездомный, ночевавший в лесу, увидел, как недалеко от него какой-то мужчина насилует мальчика. Заметив страшное, бедолага тихонько отполз в кусты и оттуда убежал прямиком в полицию. Сотрудники правопорядка быстро примчались на место преступления, но зверь успел скрыться. Однако по дороге в участок полицейские встретили мужчину, подозрительно похожего на того, кого описывал бездомный. У путника не оказалось при себе никаких документов. Но сам он назвался местным политиком, идущим по делам из одного города в другой. Несмотря на убедительный рассказ, в словах прохожего что-то смутило полицейских. Они повязали путника и привезли его в участок. К сожалению, в те времена, да и в тех странах, правосудие было жалким. В участках не было даже компьютеров, чтобы проверить данные путника. Но кое-какие зацепки у следствия появились. В кармане «политика» была обнаружена записная книжка. Полицейские направились по одному из адресов, что был там записан. Указанный жил неподалеку, поэтому его не составило труда найти. Открыв дверь, он заявил, что задержанного зовут Луис Горовита, и никакой он не политик. Кроме того, хозяин отдал полицейским коробку, которую Горовита заботливо оставил ему на хранение. В коробке лежало довольно много фотографий детей. Напомним, что беглецы часто искали себе подработку, которую не давали лицам без паспортов. Поэтому документ носил при себе каждый бездомный. Горовита вырезал из них фотографии и оставлял себе на память. Среди этих карточек детей оказалось несколько, чьи тела были обнаружены или чьи родители заявили о пропаже. Загнанный в угол зверь моментально поменял тактику и стал активно сотрудничать со следствием. Маньяк рассказал о 172 случаях убийства и нескольких десятках изнасилований. К сожалению, не все убийства следствию удалось доказать. Преступник был признан виновным в 138 убийствах. Суммарно изначально его осудили на 30 лет заключение, но из-за плотного сотрудничества с полицией срок был сокращен до 22 лет. И все бы ничего, но в июне 2006 года в интервью одному из колумбийских каналов Горовит рассказал, что вскоре может выйти на свободу. Условно досрочно. Освободившись, маньяк собирался заняться политикой и защищать права детей, которые подвергаются насилию в семье. Слова маньяка моментально всколыхнули страну. Как этот человек может законно покинуть тюрьму? Однако закон есть закон, и УДО действительно светило зверю. Но общественные деятели умудрились найти лазейку в законе и накинули Горовита еще с десяток лет. Помимо этого, Эквадор также предложил свою помощь. Власти страны моментально завели дело на колумбийского маньяка. И в случае даже если Луис выйдет по УДО через пару лет, то он сразу же будет депортирован в Эквадор, где будет отбывать наказание еще с пару десятков лет. В настоящий момент он находится в тюрьме. Луис Горовита по кличке Зверь подозреваемый более чем в четырехстах убийств. Какой итог мы бы хотели подвести? Зверь и монстр Ант были чудовищами, демонами, которые бесчинствовали буквально пару десятков лет назад и сами до сих пор живы. Их преступление объединяет одно – несовершенство системы закона. Отсталось стран Третьего мира и безразличие властей в итоге унесли жизни более 700 невинных людей. Дорогие друзья, не проходите мимо, если видите что-то подобное. Вместе мы сможем остановить безумие, которое творят монстры. И быть может именно благодаря вашему сигналу на Википедии не появится новая статья о кровожадном маньяке 21 века. Или хотя бы число его жертв будет куда меньше. До новых встреч, берегите себя и своих близких.